И Сына, и Святаго Духа, праздником встретения вас, дорогие братья и сёстры, господский праздник этот, и мы духовно лицезрим, созерцаем, кого сподобил Бог, Духом Святым, Христа Господня. Вообще-то, каждому из нас обещано от Господа, не только Симеона, богоприимца, не видите смерти, прежде чем не видит Христа Господня. Только это не с каждым бывает. Это бывает только с избранными, скажу я вам, избранниками Божьими, которые действительно не видят смерти. Вот они лежат, скажем, в реанимации, и они не видят, как смерть старуха костлявая, с клюкой и с косой, приходит. Нет. Они видят Господа. Они видят, как Господь за ними приходит. Господь приходит и берет на руки душу. И такая душа не видит смерти. Что значит видеть смерть? Ведь смерть невидима. Смерть – это разлука души с телом. Она безлично и невидима. Как можно увидеть смерть собственного тела? А ведь душа не смертна. Не об этой смерти речь. Ее увидят медики и зафиксируют. Когда зрачки у нас расширятся, и сердце остановится. Не об этой смерти речь. Эту смерть тоже мы не увидим. Ее увидят другие люди. О какой же смерти сказано, что было дано ему обещание не видеть смерти, прежде чем не увидят Христа Господь. Это смерть – это ад. Это без. Это ужас. Это мытарство. Это самое вот это вот с косой. Неприятное. Фигура. И кто не убоится ее? Кто не восплачется? Кто не сотрясется? Только тот, братья и сестры, о ком сказано, верующая в меня не увидит смерти. Мы должны, хотя бы под старость, научиться читать Евангелие прямо. как они написаны. Буквально его понимать. Вот написано Духом Святым Евангелие. верующий в меня не узрит смерти. И мы должны это принимать. Да, Господи, вера. Господь избавляет. За это Он Сам на кресте впустил в себя нашу смерть. И был мертвецом, чтобы мы не увидели ее. Он за нас лег в гробу, сошел душой во ад, принял в гробу, Принял на себя муки и страдания лютые, невозможные, чтобы нас избавить. Избавить только крохотным прикосновением. Это прикасается к нам, чтобы мы благодарили Господа и знали, что Он перетерпел за нас на кресте. Какие муки. И нам дано будет верным Господу людям тоже это перетерпеть хотя бы в малой, в легкой степени. И это милость Божия. Мы этим приобщаемся Его Кресту. И через это становимся причастниками и Пасхи. И Господь Сам воскресший заслоняет с собой смерть от таких людей. она не смеет к Ним приблизиться. И мы должны всю жизнь молиться, как Симеон, богоприимец, чтобы не увидеть смерти, прежде чем не увидим Христа. Блаженны, чистые сердцем якоти и Бога узрит, сказано. Если очистим сердце, покаяния, то узрим Христа, когда будем умирать. Все святые прошли перед нами этим путем, чтобы мы были такими же, как и они. каждый христианин должен, нужно сказать, ныне отпущаешь и раба твоего владыка. не старец меня держит, но аз держу его, той бы от меня отпущения просит. Мы слышим, что он просит сам отпусти. но это уже другое. Не так, как вот или я просил отпусти меня, или пророк Божий Иона тосковал, горевал и говорил, лучше мне умреть, нежели жить. было Богом попущено этим угодником испытать лютые скорби. Так что они отрекались и жить. Не хотели жить и просили у Бога смерти. Это не отчаянно, упаси Бог, так думать. они предавали свои души в руки Божьи и просили у Творца только распорядиться их судьбой, их душой. Возьми меня, Господь, отсюда, говорил пророк Божий Илья, когда Язавель за ним послал после всего того, что он совершил, нисколько не умилившись, нисколько не устыдившись, и он увидел, что все его дело ни к чему, что вся его проповедь и чудеса, которые через него Бог совершил, совершенно как об стенку короб, совершенно не в коня короб оказались этим людям, не подействовало на них ничего, только еще хуже они стали. И после этого он сел, как говорит нам Библия, под кустом, и малодушевствовал, и горевал, и плакал, и говорил, «Увы мне, Господи, я не лучше отцов моих, забери меня, возьми меня, Господи». И так многие испытывают такие состояния горькие-пригорькие, и мы их тоже не минуем, но надо через них пройти, перетерпеть. Не просить себе смерти, прежде, чем Бог не пошлет ее сам, причем даже больше того, просить, чтобы не увидеть смерть, прежде, чем не увидеть Христа Господа. Ты смириться. Да, мы уже застаем такое время, о котором сказано в Писании, что люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на Вселенную. И позавидуют мертвым. И если бы не сократилось бы те дни, не спаслась бы никакая плоть. И избранных ради сократятся те дни. Потому что даже избранные не смогут пережить тех дней, если Бог не сократит их. Так и сказано, что если Бог не сократил те дни, спаслась бы никакая пьера. Потому что будет тогда такая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. Это сказано в Иоанн. Господь предупредил Сам перед Своими страданиями. и однако же видя это сбывающимся над нашими душами, как сказал преподобный Силуан Афонтки, что судя по характеру народа нынешнего мы живем в последнее время, видя скорби ужасной, предательства, разврат. жесточения, отчаяния. Ничего. Надо дотерпеть. Надо вытерпеть. Претерпевший до конца говорит Господь тот спасен будет. Но как вытерпеть? Братья и сестры мои дорогие, это не скрипя зубами мы должны терпеть. Знаете, сцепив зубы. Как терпели там сто веке, например, были такие философы стоики. Они стоически переносили все бедствия. Ради философии. Не так, как вооруженные какой-нибудь идеологии земной люди терпят. Примеров там очень много, мы сами знаем. но так, как терпят христиане ради Христа. Смиряясь до немцев, смиряясь высшей степени. И через это смирение Господь сквозь эти скорби дает нам благодать. То есть тонкий, тонкий, нежный, едва заметный, как сказано в Библии, глаз плода тонко, веяние, легкого ветерка. когда душа прохлаждается среди совершенно ужасных скорбей, невыносимых по плоти, невыносимых. Однако же Господь не оставляет такую душу и даже больше того, дает ей предвкушать сладость и наслаждение тех благ, которых Бог и не видел. Но мы не можем об этом говорить. Только Сам Господь может это открыть душе. Мы должны веровать каждому Слову Господу. Должны просить любви ко Христу. Бескорыстны. Безбрежны. Подлинны. Сокровенны. И тогда как и с Симеоном Богоприемцем и на нас хватит братья и сестры благодать. И на нас тоже хватит. Он Духом Святым пришел в Церковь, как нам повествует Богоприемцем. Так и нас Господь, когда надо, промыслом Своим приведет куда надо и сделает с нами все, что надо. Не будем по этому поводу суетиться и бегать и мучиться, тревожиться, что будет с нами, например, там, ну, что говорить, что будет с нашими детьми, внуками, с приходом и так далее, и так далее, и так далее. Мы не знаем, как и Симеон не знал, что будет после него. Это все мы предоставляем Господу Богу. В этом состоит смирение и в этом состоит легкость души христианской. в этом состоит ее спокойствие, мир. И вот мы слышим, что было ему обещано Духом Святым. Он был праведен и благочестен. Дух Святой был у него. Будем и мы, братья и сестры, не просить себе смерти, просить терпения и просить покаяния, просить увидеть Христа, прежде чем закроются наши глаза. Душа, когда исходит из тела, она продолжает видеть. Даже то, что перед смертью очи уже не могли видеть, то мгновенно открывается к нам духовно. и наши покойники видят нас и участвуют в нашей жизни. Кто видел Христа, тот во Христе видит все. Кто видел Христа, тот уже, братья и сестры, не может его больше не видеть. То есть он продолжает его видеть. Кто раз увидел его, ведь в чем застану, в том и сужу. кто сподобился лицезреть Христа при кончине, как вот старец Симеон и как любой православный покойник, который причастился, который исповедовался, который прощен Господом Богом, которому ангелы Божии взяли душу. Но есть еще большие, конечно, подвижники, за которыми сам Господь пришел. Мы читаем в Потереках об этом. Мученики, преподобные, за которыми сам Христос спустился. Ведь это не единовременно, это уже навсегда, подумайте. Для человека в этот момент кончается временная жизнь. начинается вечная, где уже нет применения или приложения осенения. Да отверзется дверь небесная, как мы сегодня слышали. Дверь небесная отверглась, и человек попал в объятие Господа Иисуса Христа. Не старец меня держит, а я держу его. мы слышим сегодня клир из Бога. Сколько раз мы сами принимали в себя Господа, причащаясь телу и кровью, и не могли удержать. А здесь он удержал старческими руками своего Господа. Потому что Господь дал его. И мы должны так из раза в раз причащаться все крепче и крепче. Больше мы сам сам Господь. Праздник, дорогие братья и сестры, со святым господним. Аминь. господинь. Аминь.